всем огромный привет дорогие друзья сегодня будем плести вот такие сережки кому интересно оставайтесь на канале и так это у меня вот одну пару я сплела серьги эти плетутся на колечки нам понадобится кольцо кольцо может быть разного диаметра у меня кольцо диаметром 20 миллиметров если найду ссылку я вам оставлю вот такое замкнутые кольцо нам понадобится она может быть и на 15 и даже на 10 и даже на 25 в общем какие кольца у вас найдутся вот ну конечно понадобятся швензы любые какие у вас есть какие сюда подходят но сюда наверное больше подойдут такие вот лаконичные как у меня они могут быть конечно потоньше наверно лучше так еще нам понадобится здесь стеклярус и два размера бисера стеклярус у меня 3 миллиметра бисер тоха 11 и тоха 15 здесь присутствует вот у меня здесь два цвета стекляруса можно обойтись одним по желанию в общем кому интересно давайте начнем плела на плетенки можно взять фаерлайн в общем что-нибудь надежное надо найти чтобы стеклярус не резал нить все давайте начнем итак первым делом привязываем нить к кольцу вот прям берем и завязываем узелок много узлов я делать не буду у меня плетенка хорошо подпаливается поэтому вот два узла мне достаточно потому что если много то его тоже может быть заметно плиту я в основном 15 бисером вот этим мелким набираем по одному бисеру такие формы мы много раз плели уже но здесь со стеклярусом мне показалось это интересно вот так держу я сзади вот к себе провожу иголку и прохожу опять через бисер нам надо чтобы этот бисер не могу попасть бисер лег отверстием к верху вот так натягиваем надо вот так чтобы так вам видно вот так и вот таким образом набираем 22 бисера вот таким образом набираем 22 бисера и так одеваем один бисер я вот так вот держу прохожу через кольцо и прохожу через бисер 20 стороны и натягиваем и до тех пор пока будет 22 но это в моем случае у вас может быть другая цифра тут главное пройти через кольцо вот сейчас я наберу и к вам вернусь уже во втором ряду мы будем ставить стеклярусы вот так у меня получилось дальше мы вышли из бисера ну я шла вот так сейчас я повернула и иду обратно сейчас я набираю один стеклярус стеклярусы у меня три миллиметра вот один набираем проходим вниз через следующий бисер стеклярус ложится вот так но должен так что там случилось то вот так это должно быть сейчас поднимаемся через следующий бисер в кольцо не проходим вот так должно получиться у нас понятно да опять набираем стеклярус здесь очень важно чтобы количество вот этих бисерен было четное вот набрали вниз идем через следующий бисер ну конечно надо все подправить посадить красиво вот и поднимаемся через следующий бисер и вот так идем до конца наверное у нас будет 11 стеклярус я их не считал давайте посчитаем раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 все сейчас я до конца дойду и к вам вернусь вот так у меня получилось сейчас у меня нить уходит вниз по этому бисеру нам нужно подняться сейчас поднимаемся через соседний бисер и проходим через этот стеклярус для того чтобы начать плести следующий ряд я поворачиваюсь так теперь я перехожу на другой цвет стекляруса у меня это золотой один стеклярус набрали прошли через стеклярус вот что мы имеем вот на этом месте немножко неудобно нам нужно идти обратно поэтому проходим под этой ниткой и завязываем нитку как бы привязываем ее хорошенько натягиваем здесь и уходим обратно в синий бисер это только в одном месте у нас такое произойдет вот смотрите дальше мы набираем один мелкий бисер 15 и уходя вперед через синий бисер этот бисер располагается между синими стеклярусами дальше мы набираем один стеклярус проходим через стеклярус синий вот так это получается у нас а здесь набираем один пятнадцатый бисер и проходим следующий стеклярус и располагаем этот стеклярус прямо между синими стеклярусами если вдруг место вот маловато вам кажется вот эти вот вот этот первый ряд он немножко растягивается потому что здесь он не соединен и эти бисеринки они подвижные вот что я хочу сказать может показаться что там мало места на самом деле можно их разместить вот так и один бисер 15 и уходим следующий 7 и вот так вот их ну прямо вот можно вот так чуть-чуть это садится нормально в итоге и вот так идем до конца ряда ну вот этот ряд я тоже прошла давайте пойдем дальше так вот я вышла из синего бисера сейчас проходим верхний ряд набираем один золотой не бисер а стеклярус один золотой стеклярус набираю прохожу через этот вот что у нас получается теперь я набираю один бисер одиннадцатый ну который покрупнее он у меня такого же цвета это цвет 557 вот что стеклярус что этот бисер все одного цвета у меня а вот матовый синий вот такого цвета брала в мелодии бисера этот ряд точно так же выполняется просто вместо мелкого бисера здесь одиннадцатый бисер проходим через ой один стеклярус следующий вот так получается набираем один стеклярус проходим еще раз через тот же стеклярус ну таким образом один бисер одиннадцатый следующий стеклярус вот понятно да так и идем до конца у нас еще один ряд здесь будет здесь конечно по всякому можно экспериментировать очень такое плетение простое но интересное можно по всему кругу его было делать не только на половину можно прям чуть-чуть оставить для швензы и круг сделать это уж кому как нравится опять же вот эти полоски стекляруса можно делать разноцветные не вот в эту сторону цветные а вот полосками да тоже будет интересно совсем по-другому будет смотреться ну все сейчас я этот ряд закончу и покажу не могу пройти ну вот я прошла смотрите в принципе можно оставить вот так будет более лаконично у меня есть тут еще один ряд вот такой он видите из мелкого бисера вот вот так тоже как-то более лаконично и красиво но я покажу как у меня вот мы вышли вот так сейчас разворачиваемся вот вышли через вот отсюда сейчас я набираю три мелких бисера пятнадцатых и прохожу по верхним стеклярусом вот три бисера и проходил вот так вот нужно приподнять вот но я проходила еще один раз покажу вам в общем набираем три бисера вот они у меня все разные получились в тоха пятнадцатом конечно присутствует такое ну как бы он разная калибровка идет ну вот так мы проходим если вот так сядет вы уж помогите приподнимите средний бисер все-таки все должно сесть вот так нужно для большей надежности я прошла еще один ряд в общем три бисера и в стеклярус сейчас я развернусь и к вам вернусь ну вот я прошла этот ряд вышла я вот здесь мне нужно вернуться поэтому я как в первом ряду завязываю вот тут узелок и ухожу обратно вот сюда вот так вот я развернусь зачем я это делаю прохожу через первый бисер во второй не захожу прохожу в 3 и иду вперед во первых у нас таким образом фиксируется вот эта вершину во вторых укрепиться просто этот ряд через первый бисер прохожу и через 3 и иду вперед и натягиваю чтобы вот этот бисер он как бы вылез я думаю вы поняли через 1 ну и для укрепления ряда нам все таки это нужно больше вот так его красиво надо посадить ну понятно да и вот так идем до конца ну вот я закончила свой элемент остается подвесить на швензу так могут быть вопросы но вот то что это может быть будет ходить ходуном смотрите он не будет так ходить потому что вот мы же сделали равномерно поэтому это будет в середине пускай вас это не волнует так и будет в середине я уже пробовала на себя надеть поэтому все нормально с этим это не будет вот так даже если вы очень захотите это все равно видите на свое место встает единственное меня вот смущают швензы они грубоватые слишком широкие были бы вот такие тонкие было бы здесь конечно получше но все равно работа интересная имеет место быть вот такие у меня сегодня сережки но все девочки на этом я с вами попрощаюсь всех благодарю за просмотр и и до следующего видео пока пока